Футбольный клуб с 33-летней историей в лице нового поколения игроков покоряет турнирную таблицу. Команда спортивной школы номер 8 из Пензы таким молодым составом в Самаре играет впервые. Но сыгранность игроков, отмечает футбольный наставник Андрей Прокофьев, сыграла свою роль. Первое место в турнире и победа в индивидуальной номинации. У нас сейчас как бы целенаправленно подготовка к финалу первенства в Приволжье, готовимся. Ну и как бы один из подготовительных этапов был выбран турнир у вас в городе Самаре. Команда уже довольно-таки давно вместе. Тренируемся, едем в соревнования, есть определенные успехи. Очень дружный, хороший коллектив у нас. В Самаре подвели итоги первого этапа традиционного футбольного турнира в памяти спортивного тележурналиста Владимира Кейлина. Награды разыграли коллективы в возрастной категории 2009 год рождения. За право назваться лучшей боролись пять команд. Из Нижнего Новгорода, Пензы, Кенеля и Самары. Команды столицы региона заняли два призовых места. Второе и третье. А именно вот такие турниры проявляют всех пацанов, которые готовы профессионально этим заниматься. Да, может не каждая там пойдет сборная России, но от одного таланта эффекта не будет. Важна еще и трудоспособность и стремление. И то, что они выходят на поле, бьются, прям по-взрослому, это говорит, что они целеустремленные. Шестой традиционный футбольный турнир в памяти Владимира Кейлина собрал 39 команд со всей России. Соревнования проходят на стадионе «Волга». Именно здесь начинал свою тренерскую карьеру Владимир Михайлович. А в последние годы возглавлял областную федерацию футбола. Турнир продлится до 28 марта. Во втором этапе встретятся ребята 11 лет. Новшеством этого года стала номинация «Лучший игрок команды». Эту награду фаворит получит независимо от победы или поражения спортивного коллектива. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.